Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда и мы продолжаем с вами прохождение Final Fantasy 7 Помнится, в прошлой серии, вернее в конце прошлой серии мы записывали загадки, которые нам нужно будет отгадать То, что мы их с вами записывали, это было правильно и верно, на мой взгляд Потому что записи-то у нас сохранились И по этим записям у нас будет все проще, проще, проще и еще раз проще понимать вообще, что, где, как и почему Ну, я надеюсь, по крайней мере на это Я по крайней мере на это надеюсь Первая подсказка коробка с большим количеством кислорода, вторая заслоновывают кости Третья число 97 А вторая, еще там подсказка 5 шагов налево, 9 шагов вверх, 2 шага влево и 6 шагов вверх Это от чего, кстати? Это на втором этаже Это третья подсказка Это третья подсказка Идет Двойная змея Ммм, любопытно, это какая-то, какая-то пушка, что ли Оружие, да? Давайте посмотрим, что за двойная змея или нет Или это, блин Материя Серьезно? Материя, что ли? Нет, новой материи нам не дали Вроде как То, что мы с вами только что получили Двойная змея Давайте искать Близнец гадюки Может быть вот это? Двойная змея имеется в виду, да? Ну, по идее Что-то еще может под водой змею подойти С разными переводами Так и так, конечно, любопытно Ну, вообще Что перевод так один, перевод так другой Он вообще потрясающий У нас нападают, кстати Адать попробуем украсть что-нибудь Возможно, есть Нечего украсть Ну, я так и думал Ну, надо было проверить Призраки особняка Очень непонятный враг На самом деле Очень непонятный враг И не бьет, кстати Может, и его трогать не стало Может, и его трогать не стало? Что-нибудь вообще не убиваем Много промаха Странный враг Опыта много Опыта материи много Получен уровень все Воскрешение еще дают Странный, любопытный враг Очень любопытный Очень странный Ладно Бывает, как говорится Ничего страшного Победили, самое главное Достаточно просто Серебряный инфом Ну, это оружие для Беленького нашего Спутника Не ожидал, кстати, боев Что они будут в этом особняке В тыковке В тыковке Хорошо Сразу идет молния Стряска не подойдет Сатака И еще раз молния Да ладно Из-за этой магии Даже магия сбивается Хе-хе Красить за эту вталонию Ну, так получается Да Которая уже была До этого произнесена Нет Любопытно Ну, ладно Я люблю магических врагов Очень сильно Не люблю магических врагов Блин, еще Арис Под воздействием этого Дыхание попало Совсем не гуд Вот вообще не гуд 200 по себе Круто Еще Кромахем Зачем обьют дальний ряд А, кто его знает Если баратам Это еще как бы понятно Но Зачем обьют лаудом Дальний ряд И Арис Это загадка Такая же Как Бермудский треугольник Примерно Что-то 40 Опыта материя Ну, опыт Такую я уже не особо беру Потому что он так крут Для меня, наверное, сейчас Главнее прокачать Все-таки материя Насчет подсказок, да Вот А ты еще и тренами На такой игре Я думал Вам нужно участвовать Если не хотите Это похоже на одно письмо Конечно, мы будем Прочитывать письмо Смотрите Циферблат сейфу Аккуратно Третье число Трещина в полу Возле стула На втором этаже Трещина в полу Возле стула На втором этаже То есть Нужно найти Трещину в полу Возле стула На втором этаже Ну, на самом деле Это достаточно сложно Трещина в полу Т juca зеркала наверно по ним нельзя атаковать магически будут украшаться по внешнему виду чисто так есть опыта много дают, опыта материи много дают и успешения дают то есть классные на самом деле бои для нас тут попробуйте украсть на 5 ариста тепла у нас подряд критует это очень здорово здорово знаете что еще то что мы украсть пытаемся что-то не совсем у того кого я хотел краску по нечего украсть можно только у тыковки ну причем там строительство мягкости такая вещь не самая может быть полезная для нас а их экран в принципе нормально в принципе то что нужно отличная победа опять там тыщу опыту все дела но меня интересует опыт материи 79 класс хотя опыта не 1000 дали а меньше еще и отражение дали хорошо хорошо трещина полу возле стула ну это реально сложно вражеский ускоритель ну это для барата круто а он хуже смотри тяжелого вулкана и он меньше меньше атака ну продажим значит еще окна сейф ну понятно что перед тем как вращать сейф там нужно узнать как бы циферки которая нужно там это делать так с обеих сторон 4 число мы знаем это вправо 97 а все остальное то мы не знаем можно попробовать надо же я думаю что совсем будет мало урона или вообще об сербе это существо биомагию волчек по всем может быть еще и сделать ладно это неважно но в первых между боями подлечь у кого больше манны на него хотели сдались будет на свече на только да и и приняла достаточно для того чтобы на халявку подлечь не прячь свою манну страшно в принципе ничего страшного ты мне все мечты и опыта материя шива повышен уровень и пара царис повысили уровень у себя это круто так магия берем аэрис берем лечение раз двадцать три спускать так будет повышен уровень шива это круто трещина около стула но это прям прям суперски непонятно на самом деле насколько можно источник магии давайте так сделаем трещина в полу возле стула ну ты даже это не могу найти представляете не то что там ящики коробка с большим количеством кислорода слоновая кость и вообще ничего не могу найти магия давайте его магия так давайте огонь вторую не просто интересно чтобы а то есть магия на него тут не действует скорее всего не действует неплохо крайне плохо вызвать кого-то нужен до равных нам не будем это делать атака атака еще раз атака нужно отебару ту пуху которого будет больше ста процентов о кстати вот так будет возле иногда но будет больше ста процентов шанс попадания потому что он за это участие уже мазать стал для всего лишь ста процентов шанса попасть а это зависит от урена врагов конечно все повышен все повышен нормально терякать качается мутится крутится так но вниз мы обязаны спуститься вопрос в том что я ни хрена не понимаю где это стул весла новые кости я не хватает луча какого-то там еще что-то чая и луча мега любопытно мега любопытно где же такое место ну летучие мыши они достаточно простенькие как молнии немножко долбануть что-то быстрее было но ща и луч за слоновой костю не помогает чая он бы перевод еще не совсем торритель и на коробка с большим количеством кислорода вот какая-то камера остановите время материи прокачался это здорово прям мега здорово так сюда мы зайти можем нет к сожалению нет что на втором этаже как бы сама явная подсказка нам втором этажу побегали этих трещин не нашли на самом деле как ни странно ух ты от 2 это опасно это минимум 200-300 как бы не по всем не только файрис это хорошо что файрис 361 потому что не барьер а в нем нужно долбить понятно уже скорее всего атака садиста он такой конфу давать попробуем пункт начали закон случить потом огонь 2 уровня а потом пределы лечащий ветер на всех злобное осмотить существо очень злобное существо и как всегда на него дадут очень мало опыта наверно там еще и у барата приду а это превращение во что-то на нато нас работают логично с ним происходит ян счастлив не реально для себя то есть разве надо в огоньком до убить а что еще устроюсь не дикая инициатива он ходит несколько раз за наши ходы блин долбит очень больно двойной он видите как он двойной собакой оказался одну сущность одну голову поэтому ходила так часто видимо он двое ходил но если за него дадут мало материи не дадут какую-нибудь пуху и опыта естественно материи и так далее но это вообще 0 бил ну да он потому что сам био блин сам био инженерия где он возбужден не фигасе я не знаю чему долбить и давайте атаку ладно и конечно я могу призвать и фрита например ну изначально на зная сколько жизни у этого типа и какой злобный но сейчас уже наверно глупо это делать попробуйте у молнии 2 уровня у долбану а представляете гады часто будут появляться не один раз я опять счастлив нужно будет этого подвала давали просто самоубийственная нифига себе опыта просто 0 и вещи еще нет но я так и думал честно говоря не очень мало всего дадут практически ничего образец проекта cb код dc царапана слева внутри емкость надо убираться отсюда надо убираться отсюда я просто подумал что это емкость кислородом большая типа нужен сейф зря наверно еще с ударяна пришел до оба сейфера это место будоражит память вы примете участие в воссоединении я даже не знаю что такое воссоединение женова будет на воссоединении женова примет участие воссоединения став бедствием пришедшим с небес женова бедствия пришедшая с небес так она не была древней а нет но у вас нет права на участие я пойду на север мимо горы нибель если хотите все выяснить идите за мной воссоединение бедствия пришедшая с пришествия с небес и материю какую-то отдал еще разрушение а 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 где искать. Может, это номера? Да нет, там 97. Не может быть. Четвертая цифра это 97. Сами подумайте. Если бы были черные люди в плащах, это было бы совсем не то. Ну, Сейфер сказал, куда он пошел. На севере гора Нибели, это понятно все. Сейф это как бы не очень обязательная хрень. Я хочу его открыть, потому что там что-то явно будет в структура. Наверное. Атака сзади еще очень обидная. Ну, давайте молния второй уровень. Эти барьера таки не будет работать. Еще раз молния второй уровень. Видите, да? Разница в уровне магии. Парис реально на повыше. Потому что мы стараемся сделать так, чтобы не было лучше найдя пак вампира. Дали нам. Что он делает, кстати? Пак вампира этот. Он отнимает ежи у одного врага. То же самое, как, в принципе, вампир. Какая-то летучая мышь. Давайте начнем с самого очевидного, да? Там, с самого очевидного. Вот, с второго этажа. Трещина около стула. И шаги. К нами описанные, записанные и выписанные. Давайте. Отставка. Хорошо, что эта магия не сработала. Очень хорошо. Ладно. Видите, когда весы меняют свою... Свои чашечки, да? Перевешиваются в одну-другую сторону. А с этого, соответственно, что-то не берет. Или одно, или второе. Я понимаю. Любопытно. Любопытный враг. Но, к сожалению, огонь не берет. М-да. Эта чашечка... Э, вот эта... Стоит вниз. Соответственно, из-за этого... Можно понимать, что у нас атака физическая не пройдет, по-моему. Ведь его нужно только магией. Когда же это меняется, положение чашки лицов, то тогда атака может покаять физическая. А магическая нет. Видите, сейчас физическая не прошла. Магическая, естественно, прошла. Но за эту... За эту битву нужно много давать. Прям очень много. Это очень неприятный враг. Он был не один, а был крыла. Ну, 90, ладно. Почти тысяча опыта плюс. Соглашусь, хорошо. Трещина у стула на втором этаже. Трещина в полу у стула на втором этаже. Не видно. Не замечаю. Атака сзади... Неприятно. Но, в принципе, нам не страшно. Он в бэгах слишком часто кромакивается. Ну, смысл этих падений, то есть, когда он падает, что? А, промах. Шанс уклонения, может быть, увеличивается. Или атака магии, например, проходит. А пока он качается, не проходит. Тоже такая деталь, достаточно любопытная и интересная. Да, если на передний ряд ставить, он бьет физическую атаку и практически та же, как и остальные. Причем давно пора. Содно у Клауда есть колпак. А колпак вещь хорош. Вообще, трещину в полу, видите? Я вот не вижу. Классно, еще и Клай. Ты же неприятная-то, а? Мерзкие враги. А, вообще, мерзкие враги. Как бы нашлись наглубанулось здесь. И Гуарис, отлично. Да-да-да-да-да. Классно. И предел не работает, видите? Сын недели пригодились, да? Ну, это там убил. Хотя ладно, нормально. Получилось нормально. Не хочу предел использовать сейчас, в этом бою. Хочу в следующем. Какие же они живучие, эти тыквы? Своим забавным видом хранениям. Попробуем украсть, ладно, что время теряется. Более у нас получается украсть, кстати, эхо-экран. Хромах. Ну, может быть, это еще и зависит от оружия. То есть, огнестрельное оружие чаще промахивается, чем холодное. Что принцип логичит. 140 опыта материям. И уровень Клауду Айрис. У Клауда и у Айрис уровень. Так, ну давайте магия. У кого больше осталось? У Барата, да. Значит, Барата будет лечить, а ему нечем. Ха-ха-ха. Любопытно. Ну ладно, Айрис будет лечить. Не знаю, можно засейвиться, конечно. Что там сейф? У меня плохое предчувствие, все равно открывать сейф. Ну давайте откроем сейф. Неудача. Нет, ну вот как бы надо... Понятное дело знать, какие цифры. Ну вот вы видите? Стол, стул, трещина в полу. Где стул? На втором этаже. Вот я трещину в полу вообще не наблюдаю. На втором этаже. Вот явно где-то с этой стороны должно быть. Но вот где этот стул? И трещину в полу. Где этот контейнер? Где слоновая кость? То есть, ну это должны быть бивни, маму, слона. Ладно. Мамам принять двигатель. Слоновые бивни где-то, да? Где? Вообще не видно этого. Но это может быть на первом этаже, ладно. Но на втором этаже трещина с этой хренью должна быть. Трещина в полу, стул, трещина в полу. Ладно, если что, я поищу. Это все дело вне серии потом. Если в этой серии мы с вами сейчас это все не найдем, а мы с вами ее не найдем уже очевидно. Поэтому на этом мы заканчиваем. Спасибо огромнейшее всем, кто смотрел. С вами был Айж, тяновых серий. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok